Сейчас снимаем уже, чтобы уже там набралось, вот сейчас идет хорошо, берется, я уже заморозил 150 литров, в камеру морозильную заложил, полторашки в бутылки наливаю и туда, а потом достаешь, растаялась и круглый год свеженький березовый сок, он очень полезен, говорят, и почки промывает, и так, фильтрация-то какая у него проходит. Нигде такой фильтрации нет, как у березового сока там, перед все дерево проходит, вот так вот, но у нас все, снега было очень много, вот этот стахетник вот этот был, он полностью в снегу был, вот так вот, его не видать было, вот, все, а все растаяло и почти половодия не было, хрустить его чуть-чуть, все, земли ушла вся, влага, это очень хорошо было, вот, ну вот, так вот, дальше мы идем, здесь уже снег идет, здесь мы газы не меняем, там их распространяем, и вот там, снегу, вот, сюда растаялся была, почти вся в снегу, вот это. Вода уходит вся в землю. Вот эта вот песня, вот эта старая, она была вся в снегу, ее незаметно даже почти было. Это у Игоря рыбача недвижимость. Все. Ну ладно. Все. Вода. 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 Сорвалась. Плохо закрепил видать. Сорвалась. Ну вот так вот ставим. Дырочку делаем где-то сантиметр на два вовнутрь. Ну и здесь она сколько по диаметру? Наверно 0,8 будет по диаметру. Привязываем так вот такие. Вешаем сюда. А очень просто. Марлечку, это бинт, медицинский бинт. Покупаем в аптеке. Отрываешь кусочек туда в отверстие просверленное. Остальное в емкость. И все. Привязываем так на веревочку, чтобы было. А чтобы ветром ее в сторону не отбило, чтобы качаться будет, то я еще добавочно делаю веревочку так вот это. И как бы фиксируем ее жестко, чтобы она была. Вот теперь она ее уже ветром не отстает. Вот я утром ставил. Где-то в 9 часов полдесятого. И вот набралось где-то 10 литров. С этой березой. Это хорошо с нее быстро идет. Хорошо. Вот. Так. Ну а здесь я 5-литровый. И все. А там она сорвалась. Вот она такая. Подаялась. Вон она лежит на земле. Я ведь плохо привязал и она упала. Так. А где-то у меня лейка. Вот она лежит. Лейка. Ну вот так вот. Один год трубочек. Вот у меня нет. И я встал так. Это старинный такой простой самый метод. Дешевый. Это тоже для фиксации. И вот так вот тоже. Ну вот так вот. Ну все. Здесь можно пока вот так. Ну вот так вот. Сегодня набрал я 170 литров. И когда заканчивается брать ее, то нужно тщательно садовым варом заделать каждое отверстие. Вот. Чтобы не было бы, говорит, больной березы. Вот. А некоторые берут там на одной березе делают шахматные там до 20 больше дырок делают. Вот. И потом так же бросают. Это уже гибель для дерева будет. А мы делаем с каждой. По одна дырочка на каждое дерево. И потом ее садовым варом тщательно заделать. Когда заканчиваешь это. На этой лодке повезем домой. Дотуда, где снег есть. По снегу. А по земле уже там на тележке. Вот так вот. В этом году. В прошлом году было хорошо. Можно было на ниве проехать. А сейчас снегу много ни на чем. На машине уже не проехать здесь еще. Снег очень тяжелый, мокрый. И она просто не пробьет машина. Поэтому так вот уже. А долго нельзя. Она может идти неделю, а может две недели только березовый сок. Но как тепло только пойдет, так сок прекращается идти. Ну что, тяжело. Было бы как в сказке раньше. Ну, давай, двигайся. Иди. А я бы, ну, что, не двигайся. Давай. Сама иди. Ну. Вот это так быстро двигается. Береза такая. Старая береза. Ей, наверное, больше ставят. А вот так вот здесь морозка. Старая береза. Вот такие, прям. Вот старая старуха, что это бывает. Видите? Семерия, как люди, тоже стареют и сожают. А вот эти вот точно молодые. Семерия, наверное, 100 лет. Ролочит очень. А вот смотрите, какие выросли вот эти. Все, сосны. А в 91-м году здесь мы еще... Сенокосов было метров пять туда дальше. А там оставили вот эти сосенки. Осины, то есть сосенки. Осины, то есть сосенки. Осины, какие они росли. Посмотрите. Сколько их? Одна, две, три. Четыре. Пять. Шесть. Восемь. Десять. Двянось. Тринадцать. Ну, где-то 25-30. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Субтитры сделал DimaTorzok